Нефть сегодня предприняла попытку восстановиться после обвала накануне. Североморский эталон не смог на азиатских торгах прорваться к отметке в 57 долларов за баррель и остался на уровне в 56 долларов. Внимание трейдеров сегодня по большей части устремлено на предстоящую публикацию данных от Управления энергетической информации. Данные от Американского института нефти еще больше испортили настроение инвесторам, указав на рост запасов сырья на территории США за неделю на 3,4 млн баррелей. Этот фактор и удерживает цену на нефть WTI ниже уровня в 47 долларов за баррель. Стоит отметить, что поддержкой для черного золота, а заодно и причиной роста акций на фондовом рынке США стали новости политического характера. И вновь главными героями дня становятся Китай и США, которые планируют встретиться в январе с целью достижения перемирия в торговой войне. Стоит напомнить, что возможная эскалация торгового конфликта между двумя сверхдержавами может затронуть как глобальную экономику в целом, так и сказаться на ситуации на рынке нефти. Тем не менее радужная обстановка, связанная с готовностью двух сторон заключить перемирие, не может обеспечить ценам на нефть поддержку, отчего страдают и сырьевые валюты. Канадский доллар продолжает падать против своего главного конкурента. Пара USDCAD продолжает пребывать на максимумах выше позиции 1.3470. Между тем, сегодня рубль предпринимает попытку восстановиться, пользуясь снижением доллара США. Пара USDCAD расположилась чуть ниже отметки 67 пунктов. Данные от Управления энергетической информации повлияют на дальнейшую судьбу котировок нефти на этой неделе, что скажется в том числе и на движении валют сырьевого блока. Однако еще большее влияние на котировки окажут итоги заседания ФРС. О том, как будут дальше развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков новостей на канале Инстатв. До свидания!